Привет-привет, с вами Алена, сегодня в гостях у нас дедушка, ему больше 80 лет, и обратился он к нам с проблемой, но перво-наперво, что я успела заметить, это вот такую интересную форму стопы, которая с годами просто приняла форму носков или обуви, то есть вы видите, пальчики прилеплены друг к другу, и просто они вот помялись, они даже немножко квадратненькие стали, я думаю, что многие из вас такое замечали у своих бабушек, у дедушек, а иногда и у людей более молодого возраста, это говорит о том, что обувь или чулочно-носочные изделия очень узкие, поэтому пальцы принимают форму того, во что их засовывают, ну а жалоба состояла в том, что у него врастание ногтей, и вот вроде как бы он сам что-то там справляется, подстригает, молодец, надо сказать, но, к сожалению, на третьем пальце он недавно выстриг и вроде как оторвал себе кусочек, и вот у него там болит, не может ничего достать, ноготочек маленький, и сейчас просто происходит супер ювелирная работа по установке титановой нити, потому что больше там ничем не подлезть, и на самом деле сейчас будет фиаско, потому что она в итоге отстегнется и придется ее переделывать, но я не стала это вырезать, тоже решила оставить и показать, потому что такое в процессе работы случается, и знаете, не каждая титановая нить, и не каждая 3ТО скоба прям вот устанавливается с первого раза безошибочно, и даже опытным мастером такое может быть, ну вот сами понимаете, да, ноготочек крохотный, совсем малышок, и туда попасть, что-то там сделать очень-очень сложно, за работой, кстати говоря, мастер Елена, и она хотела просто немножко подровнять композиты, вот эту торчащую проволочку, видите, что получилось, она пока подпиливала, ее просто отстрелила, поэтому снова спиливаем композит, и будем делать переустановку, но тут Лена решила переключиться на остальные пальцы, видимо, чтобы поменять фокус внимания, и потом уже вернется к третьему пальчику. Обратите внимание на способ обработки ногтевой пластины, здесь мы с помощью твердосплавной фрезы, та же самая серия Typhoon Pro, я вроде наконец-то запомнила, в общем то, что я провезла с выставки, эти фрезы вообще космос, прямо вот от души рекомендую, потому что ими работать по ногтям, это самое то, что нужно, когда вам нужно снять сильный кератоз, аних и грифоз, какое-то, может быть, утолщение, что-то лишнее, вот такая фреза спилит круто будет, как по маслу, потому что эти фрезы, они не зуботехнические, они специально разрабатывались для нас, то есть для нашего направления, ногтевого, для патологического, в общем, штука классная, советую. Ладно, дальше, после того, как мы истаньшили ногтевую пластину, приступаем к зачистке в боковых валиках, вот всего, что там накопилось, и тут, конечно же, напрашивается вопрос, а что, собственно говоря, происходит с ногтем, почему он такой? Тут очень такая расплывчатая история, вроде как когда-то было врастание, вроде бы что-то там делали, и, может быть, даже был грибок, но это все не точно, в общем, были какие-то манипуляции и даже травмы, и в итоге ноготь принял вот такое вот состояние, и понятно, что ему сложновато отрастать просто из-за того, что там всего везде понапихано, то есть там много всего лежит, всяких остатков кожи, и все это, конечно, нужно аккуратно счистить, ну а для того, чтобы закончить работу сосредоточенно, идеально подойдет фреза шар. Ей мы вычищаем в самых труднодоступных местах, туда, куда большим твердосплавом попросту не подобраться, и теперь ноготочку будет намного легче и проще расти. Тем временем Лена переключается на вторую ногу, конечно, дедушка к нам пришел не за педикюром, а для того, чтобы как раз таки решить его проблемы на соседней ноге, но Лена так не может, поэтому Лена подстрижет, обязательно приведет в порядок все ногти. Конечно, у нас тут не стоит вопрос обработки кутикулы или каких-то там еще эстетических манипуляций, просто подстригаем ноготки банально, потому что ему самому это очень тяжело сделать. Также проверяем все уголочки, всегда смотрим у клиента, не поленитесь провести кюреткой, это совсем недолго, но зато вы точно будете знать, что там все в порядке. Да, я тоже вижу здесь изменения немножко ногтевой пластины на кончике, но не забываем, что это человек в возрасте, и вполне возможно, что я допускаю какое-то присоединение, конечно, все это было озвучено, да, я тоже с ними там стояла, наблюдала за работой, все было озвучено, что неплохо бы сходить к врачу, но в принципе я даже в каком-то смысле слова даю себе отчет о том, что, наверное, он этого делать не будет, но настроен он достаточно серьезно, потому что его беспокоят болевые ощущения, а это значит, что рекомендации именно по уходу за этими ногтями он, скорее всего, будет выполнять. И тут нет особого смысла говорить ему, что нужно пойти и купить там какую-то специальную обувь, там ортопедическую и т.д. и т.п., но можно купить хорошие, удобные тапочки, и в том же самом, кстати, ортопедическом салоне, к примеру, есть классные тапочки, которые, например, будут делать массаж такие, знаете, с пупырышками, и это очень здорово, потому что точный массаж на ногах – это улучшенная циркуляция крови, и, конечно, особенно с возрастом, и это будет очень кстати. Тут, обратите внимание, палец без перчатки в кадре – это палец его сына или внука, в общем, того, кто его привел. Я так и не поняла, кто, кем он ему приходится, но понятное дело, что родственник. В общем, он нам помог очень сильно, потому что иногда нужна третья рука запасная, и это здорово, когда помогает, то есть мы все обязательно родственникам, бывает, там мама с детишками приходит или еще кто, ну, в общем, всем всегда рассказываем, объясняем, какой нужен уход и так далее. Тут Лена решила поставить разгрузку для того, чтобы пальчики разъединить, потому что в начале видео я уже показывала, что они все слишком вместе, и нам бы сделать так, чтобы они были отдельные, чтобы они у него больше не мялись и не соединялись. И тем временем Лена уже добавляет немного композита, потому что там торчала проволочка, а подпилить ее нельзя, ибо она отстрельнет и отстегнется, поэтому добавили просто немножечко композита, и все будет хорошо. Далее ставим темпонаду, насколько это возможно, опять-таки там такой уголочек, что туда просто еле-еле подлезть. А также добавляем гель по необходимости, и тут Лена решила, что все-таки разгрузку придется снять, потому что она оказалась слишком тукой и нарушала кровообращение. Такое тоже бывает, то есть в процессе работы Лена обратила внимание, что пальчики чувствуют себя плохо, поэтому разгрузку убрали, и пока посоветовали хотя бы начать с тапочек, которые не будут сдавливать ему ноги. Ну, в общем, будем ждать продолжения, я надеюсь, что все у них будет хорошо. Давайте пожелаем удачи, а с вами была Алена, пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok